Для того, чтобы лучше разобраться в том, как работает программа, можно попытаться проанализировать то, что получается после компиляции. Конечно, анализировать бинарный код достаточно сложно, поэтому будем анализировать ассемблерный код, то есть код на промежуточном языке, который очень близок к тому, что получается непосредственно после компиляции. Для этого давайте рассмотрим пример, который мы использовали на прошлой лекции. У нас есть три файла. Первый файл — это square.cpp, и в нем определена функция, возводящая число в квадрат. Второй файл — это main.cpp, и в нем вызывается функция square. И есть еще дополнительный файл square.hpp, заголовочный файл, в котором указано объявление функции square. Для того, чтобы понять, как работает линковка, давайте скомпилируем эти файлы в объектный код. Для этого воспользуемся ключиком — минус син. И на выходе мы получим два файла — main.o и square.o. Для того, чтобы понять, что находится в этих файлах, можно при помощи команды obj.dump посмотреть на их диссимблированную версию. Давайте посмотрим, что у нас хранится в main.o. В main.o мы видим секцию соответствующей функции main, и в этой секции мы видим вызов некоторой функции. если мы посмотрим на файл square.o, то мы увидим здесь секцию соответствующую функции square с именем измененного соответствия, с теми преобразованиями, о которых мы говорили, и реализация этой функции. В принципе, здесь можно заметить, например, оператор числочисленного умножения, который реализует возведение в квадрат. То есть вот этой звездочке соответствует этот оператору. Более подробно про ассемблер мы говорить не будем, но некоторое понимание того, как это соотносится, вы получили. Теперь давайте посмотрим, какая дополнительная информация хранится в объектных файлах. Для этого воспользуемся другим ключиком команды objdump минус x. Этот ключик увидит нам содержимое дополнительных таблиц, которые хранятся в объектных файлах. Соответственно, если мы запустим objdump для файла square.o, то мы увидим таблицу символов этого файла, и в этой таблице символов есть указание на секцию соответствующей функции square. если мы сделаем то же самое для main.o, то увидим здесь точно такую же таблицу символов, в которой есть указание на функцию main, и кроме этого также указание на некоторую функцию square, ссылка на которую не определено, undefined. кроме этого, в таблице relocation records находится ссылка, что некоторая функция square.i должна быть определена. Адрес, который здесь указан, указывает на место в коде, в которое нужно подставить ссылку на функцию square. Давайте посмотрим, чему он соответствует. Еще раз посмотрим на исходный код, который получается в диссимблировании main.o. Этот код соответствует адресу функции main, куда нужно подставить ссылку на функцию square. То есть вот этот адрес a, это 16-ричный запись числа 10, соответствует вот этим байтам, которые здесь описаны нулями. То есть это байт 9 плюс 1 байт, который соответствует вызову функции, и вот здесь, в это место, линковщик должен будет подставить адрес функции square. Теперь, если мы скомпилируем нашу программу, получим выполняемый код, мы точно так же сможем посмотреть, что получилось после компиляции. Давайте так же вызовем команду obj.dump. Нам показывают много секций, но нас интересуют только те секции, которые соответствуют функциям. Вот эти две секции. Первая секция соответствует функции main, вторая секция соответствует функции square. Мы можем видеть, что в то место, где у нас был вызов функции square, подставлен некоторый адрес. Вот этот адрес соответствует адресу функции square. видно, что эти два числа равны, то есть компоновщик на тапе линковки заменил адрес, который там был представлен нулями, на адрес функции square. Продолжение следует...